Уличное искусство Уличное искусство Сады в Витебске в 1920-м Впрочем, эта часть биографии художника Находится, что называется, в тени Такая досадная несправедливость во многом связана С политической ситуацией, сложившейся В тот период в стране Все дело в негласном правиле, к счастью, сегодня Оставшемся позади. Уличное искусство Под запретом. До сих пор многие Стрит-арт воспринимают как вандализм Вандализм это больше помещение территории Грубо говоря Петя был здесь и Петя написал то, что Он был здесь. Петя был там Чем больше Петя сделал пометок по городу То, что Петя был там, то он Пометил территорию И якобы он ее назвал своей территорией То, что это территория Пети А когда искусство Работает именно на интерактив Или взаимодействии с людьми То здесь посыл гораздо больше Людям это куда интереснее смотреть Потому что, к примеру, если это делается Опять-таки на уровне граффити, это делается только Для своих людей, для тех, кто Сам в среде граффити Но это не рассчитано на взаимосвязь с обывателем Если это есть какая-то уже составляющая Либо даже декоративная Привлекательная составляющая Либо какая-то смысловая Здесь вот уже В любом случае ты работаешь на то Чтобы публика это как-то воспринимала Вандализм и уличное искусство Это полярные понятия, заявляют художники Корни уличного искусства уходят в Америку, штат Флорида Художник, мучаясь от неразделенной любви Написал признание на стене здания Пары в душе не оценили власти, и романтик попал за решетку Но идея многим понравилась Рисунки в стиле граффити стали появляться в разных штатах Менялась техника Однако до 80-х все уличные художники Творили подпольно, скрываясь от надзорных органов И ныне многие из них предпочитают Скрывать свои лица и имена Самый популярный художник современности Долгие годы скрывался под псевдонимом Бэнкси В начале своей карьеры Стэш, как оказалось, именно так зовут мастера Тайно раскрашивал нью-йоркское метро Сейчас с ним заключают рекламные контракты Ведущие международные бренды Данила в российском стрит-арте 16 лет Живет в Самаре Но его искусство нередко выходит за рамки родного города Работы Данила можно увидеть во многих российских городах Творческий псевдоним автора Фугас Им он и подписывает свои творения Многие автограф автора и не заметят Порой выразительная черта заключается в переходе оттенков Но главное, конечно, авторский стиль Работы есть разные Как и рисунки Есть коммерческие заказы Коммерческие заказы Там есть влияние мнения заказчика Но мы все-таки стараемся как-то свои какие-то идеи продвигать Свою стилистику Если заказ нас не устраивает по стилистике Мы чаще всего отказываемся Потому что дело не в деньгах А в желании реализовать крупные проекты Художники говорят, заявить о себе может каждый, кто обладает чувством и умением Потому как уличное искусство – это тоже ответственность перед зрителем В качестве которого может выступать любой прохожий Человек из разных культурных слоев, поколений и взглядов Кто-то на рыбалку ходит Кто-то пьет по вечерам Для меня это хобби Которое помогает мне отвлечься от каких-то рутинных дел Нравится Врубель, Рокуэлл Кент Они не похожи Но у каждого есть та самая ярко выраженная стилистика, о которой вы говорите И возможно, ну даже невозможно, а точно они повлияли на развитие моего сознания, творчества То есть это все взаимосвязано Денис Кандалин, больше известный под псевдонимом Вертига, что называется в теме еще с 98-го Художник отмечает, приятно, что в Самаре стрит-арт получил второе дыхание Уличное искусство ценят, оно востребовано В тренде муралы, которые покорили буквально все города России Сначала один за другим масштабные изображения украсили фасады домов в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 Продолжают появляться и сегодня Теперь в их основе история Одна из последних работ Дениса – мурал на фасаде дома на Новосадовой 22 Вместе с напарником всего за неделю они воссоздали образы Минина и Пожарского Правда, перед этим пришлось пару недель поработать над эскизом В обсуждениях активно участвовали историки из МГУ Во внимание брали каждую деталь эскиза, чтобы избежать исторических неточностей Ездив по фестивалям, продвигая, вот лично я посещал практически все крупные фестивали, которые проходили в России и странах зарубежья Ценность уличного искусства именно просто сделана аэрозолью Какими-то фасадными красками ничуть не хуже, чем написано на холсте маслом Для меня это жизнь моя и я практикую это, то есть провожу параллель со своей жизнью И вся жизнь моя искусство Если 10 лет назад стрит-арт не считали полноценным искусством, сегодня художников ценят С ними заключают государственные контракты, им выдают денежные гранты, чтобы своим творчеством они делали город ярче Потому что у меня есть цель, наверное, как у большинства художников, это такая достаточно эгоистичная натура Оставить после себя какой-то след в культуре, вообще в среде городской Поэтому у меня есть цель благоустроить город и сделать его наиболее красивее и привлекательным Для того, чтобы могли люди приезжать из других городов или даже стран, фотографировать работы И им было интересно и приятно находиться в данной среде С каждым годом в Самаре проходит все больше тематических фестивалей В город на Средней Волге приезжают уличные художники из разных уголков страны и мира Участники местного профессионального комьюнити показывают им Самару Такие встречи выливаются в творческие коллаборации Особенно часто плоды трудов художников можно увидеть, прогуливаясь в отдаленных районах города Что поделать, периферия по-прежнему излюбленное место для их творчества Параллельно граффити можно увидеть и на выставках Тенденция к переходу стрит-арта с улицы в художественные галереи Лишнее подтверждение того, что этот вид творчества признали, наконец, искусством Что не мешает стрит-арту быть рупором выражения идей и мыслей человека Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин